Свободу Кириллу Вышинскому в Москве сегодня состояли сразу две акции в поддержку журналиста, который был задержан в мае в Киеве. Нашего коллегу, который честно выполнял свою работу, обвиняют в госизмене. За это грозит 15 лет лишения свободы. Суд Херсони накануне продлил арест до конца декабря. Протестующие собрались возле украинского посольства и у дома приемов Министерства иностранных дел, где в тот момент проходили переговоры Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ. Репортаж Натальи Юрьевой. Свободу Кириллу Вышинскому! Такого приема у дома приемов МИД генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер вряд ли ожидал. Десятки молодых людей в накидках с изображением арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского встретили кортеж европейского чиновника, чтобы еще раз напомнить, такого беззакония быть не должно. Руководителя портала РИА Новости Украина подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмени. Максимальное наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы. Украинские власти элементарно хотят, чтобы журналисты предупредили информацию только под удобным для них углом зрения. Но такая линия поведения недоступна в современном мире. На встрече с генсеком ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров особо подчеркнул, организация должна уделять большее внимание свободе средств массовой информации, защите прав журналистов. При этом работа должна быть не просто транспарентная. Паритика двоенных стандартов недопустима. В знак поддержки нашего коллеги Кирилла Вышинского сегодня все журналисты в доме приемов МИД. В футболках с его изображением. На них написано наше главное требование. Волю Вышинскому. Корреспондент агентства «Спутник», входящего в холдинг России, сегодня прямо во время пресс-конференции передала Гремингеру письмо от матери Вышинского с просьбой выпустить ее невиновного сына. Она еще раз подчеркивает в своем письме, что Кирилл никогда не совершал каких-либо противозаконных действий и не нарушал законодательство Украины. Он только выполнял свои профессиональные обязанности, работу журналиста, освещал события и предусловлял информацию людям. Отвечая на вопрос Первого канала, генсек ОБСЕ не смог сдержать нервный смех. Не кажется ли вам несправедливым, что Запад преднамеренно замалчивает выпиющие нарушения прав человека на Украине, об аресте российского журналиста на Украине не встретишь ни слова в западной прессе, о депортации наших журналистов, в том числе моих коллег с Первого канала, также не встретишь ни слова в западной прессе. При этом ваша организация делает вид, что ничего не происходит максимумно, что способна ОБСЕ – это выступить с дежурными комментариями, и у ОБСЕ вызывает обеспокоенность. При этом эффекта от этого ноль. Не смешно. В отношении всех вопросов притеснения средств массовой информации специальный представитель ОБСЕ по свободе СМИ делает замечания не только публично. Вы знаете, что касается конфиденциальной манеры, я могу сказать, что его офис ведет очень активную деятельность по Украине. На разные ситуации с нарушением прав журналистов соответствующий спецпредставитель по свободе СМИ ОБСЕ реагирует по-разному. И передали сравнительную таблицу о тех формах выражения своего негативного отношения, которые господин Дезир употребляет при нарушении прав российских журналистов, с одной стороны, и при нарушении прав журналистов из других стран. Мы не хотим никого ни в чем обвинять, но призываем все институты ОБСЕ действовать без двойных стандартов. О необходимости переходить от слов к действию говорила сегодня и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 21 веке на европейском континенте, вот это средневековье, необходимо немедленно прекратить. Недавно было озвучено заявление представителя официального ОБСЕ по свободе СМИ, который высказал серьезную обеспокоенность. Но это слова. Нужны действия, нужен результат. И сегодня же десятки людей пришли к зданию посольства Украины в России с белыми нитками в руках. Даже не намек, а громкий крик. Дело Вышинского шито белыми нитками. Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости Украина приурочена к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Невозможно терпеть ситуацию, когда журналиста бросают в камеру просто за то, что он честно исполняет свои профессиональные обязанности. Кстати, вот если говорить об украинском правосудии, мне кажется, оно забыло, что такое профессионально исполнять свои обязанности. Только вот новые решения о продлении ареста. Не может быть преступником человек, который, журналист, который честно выполняет свою работу, и который отстаивает свободу слова. Поэтому в данном конкретном случае мы, очевидно, имеем дело с актом государственного терроризма. И такие действия Украины, которые так стремятся к европейским ценностям, вызывают, мягко говоря, недоумение. А в интервью украинскому корреспонденту агентства «Униан» Роману Цымбалюку, который, к слову, совершенно беспрепятственно работает в нашей стране, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают, Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для обменов, а нарушение свободы прессы.